Этот новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного Совета России, отмечается уже 10 лет. Во всех городах нашей страны организуются митинги, проводятся шествия, концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия. Кроме того, 4 ноября отмечают и православные. Это день иконы Казанской Божьей Матери. В одноименном храме в Дагомысе с утра прошло праздничное богослужение. На торжественном молебне собрались сотни прихожан, представители духовенства и власти курорта. Хотел вам в этот день еще знаете, с чего пожелать? Душевного спокойствия, благополучия, поскольку мы обращаемся к этой иконе в тяжелые трудные времена, чтобы она по-прежнему хранила нас, хранила ваши семьи, хранила Россию. Молилась, в первую очередь, о здоровье всех живущих на земле. Во-вторых, о том, чтобы Россия была под мирным небом, чтобы Господь хранил Россию, чтобы мы жили без всяких потрясений. Основные торжества начались в полдень на площади Южного Мола. Желающих принять участие в праздновании Дня народного единства были сотни. С флагами по традиции стояли активисты и представители национальных общин. День народного единства! Ура! А вот казаки в этот день не только праздновали, но и несли службу. Сегодняшнее утро мы начали со службы в храме. Ну и после службы, конечно же, пришли на народные гуляния в честь Дня единения народов России. Целый день со сцены звучали песни всех народов, проживающих на Черноморском побережье Кавказа. Тон празднику задавали и танцы. Свои номера показали не только городские ансамбли, но и коллективы Краснодарского края, Москвы, Абхазии, Кабардино-Балкарии и других регионов. Для сочинцев День народного единства символизирует дружбу и почтение культуры всех национальностей. А на курорте их насчитывается более ста. Живут в мире согласия и любви, поэтому, конечно, для нас важно в этот день подчеркнуть и показать всему миру, всей стране нашей, о том, что мы действительно едины и никогда не подведем свою родину. А вот культура и промыслы народов были представлены на выставке-ярмарке. Эти уникальные изделия – дело рук сочинских умельцев. Надежда Казмина в эти дни отдыхает в одном из сочинских санаториев. Гости из Башкирии, говорит, в Сочи не только здоровье поправим, но и привезем подарки для родных. Купили брошь для внучек, заколку для второй внучки, куколку, сделанную своими руками для самой маленькой внучки. Вот для себя присматриваю колье, в частности. Ассортимент изделий был велик. На ярмарке можно было увидеть настоящие русские лапти, деревянную расписную кухонную утварь, картины и многое другое. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.